Если у тебя в телевизоре нету смарт-тв, нужно срочно выбрать смарт-приставку. Это Яндекс.Модуль. Тут нельзя устанавливать приложение, и его основа это онлайн-кинотеатр Кинопоиск. Тут можно смотреть обычные телевизионные каналы, но тут нет ютуба. И есть раздел блогеры. По какому принципу он сортирует контент непонятно, в любом случае поиска тут нет. Интегрирована Яндекс.Музыка, и всем контентом может управлять любая Яндекс.Станция. Алиса, включи Титаник. Включаю. Такая фишка работает не только с фильмами, но и с музыкой. Главное иметь подписку Яндекс.Плю. А это Сбербокс. Тут тоже предустановлен один онлайн-кинотеатр. Это ОККО. Есть магазин приложений, но очень маленький, и других онлайн-кинотеатров тут нет. Также можно смотреть телевизионные каналы через интернет. И тут есть полноценный ютуб, и даже браузер. А вот через него можно зайти на веб-версии других онлайн-кинотеатров. Набор функций впечатляет, но будь готов к тому, что все работает очень медленно. А так, да, круто, даже еду можно заказать. А к праздникам эти приставки можно забрать со скидкой. Паркетплейс от Сбера Сбер Мегамаркет собрал идеи подарков в нескольких подборках. Смартфоны, приставки и наушники можно забрать из пункта выдачи доставкой или прямо из магазина в день оформления. Не забывай экономить на покупках в Сбер Мегамаркете, пользуясь кэшбэком от Letyshops. Там часто можно поймать повышенный кэшбэк, например, как у меня, до 28%. А это Apple TV. Можно устанавливать любые приложения из App Store, скачивать и играть в игры. Но тут нет браузера и телевизионных каналов. Зато есть повтор экрана любого гаджета от Apple. Смарт-ТВ есть в Xbox и PlayStation. В приставках есть магазины приложений и можно установить любой онлайн кинотеатр или YouTube. Конечно, тут не будет общественного телевидения, но, наверное, оно тебе и не нужно.